Они ведут ночной образ жизни и являются одними из самых таинственных птиц. Их считают мудрыми, а из-за бесшумного полета сравнивают с ночными призраками. Название они получили из-за пучков перьев на голове, которые могут поднимать, опускать или плотно прижимать. Однако эти ушки не являются органами слуха. Настоящие уши совы – два больших, несиметрично расположенных отверстия по бокам головы. Своими ушками и ярко-оранжевой окраской радужной оболочки глаз ушастая сова удивительно напоминает уменьшенную копию филина. Жилища ушастые совы никогда не строят, а занимают гнезда врановых и хищных птиц. При выборе жилья в первую очередь опираются на его маскировку. Именно поэтому наибольшей популярностью у них пользуются гнезда сорок, которые имеют крышу. Чаще ушастые совы занимают брошенные гнезда, но иногда решаются на захват нужного им гнезда силой, изгоняя из него хозяев. И в этом им помогает ночь. Эта семейная пара поселилась в только что построенном грачином гнезде. Самец совы под покровом ночи настойчиво атаковал грачинное семейство до тех пор, пока те отступили. Грачам пришлось построить новое гнездо на том же дереве. Больше конфликтов между птицами не было. Только иногда бывшие хозяева прилетали на соседнюю ветку посмотреть на обидчиков. Ушастые совы нередко живут в непосредственной близости от людей, оставаясь незамеченными. Это гнездо расположено возле пешеходного тротуара с оживленным движением. И люди даже не догадываются, что рядом находится сова. Ведь днем она, сидя на ветке, вытягивается и прижимает оперение, со стороны напоминая обломанный сухой сучок. Сходство усиливает окраска птицы, полностью повторяющая структуру древесной коры. Такая маскировка спасает не только от крупных хищников, но и от назойливости врановых и мелких пернатых, которые, завидев спящую сову, нередко поднимают голдеж, мешая ей спать. Пара, которая стала героями нашего фильма, выбрала для жилья старое сорочье гнездо, расположенное на облепихе на высоте 3 метра над землей. Отложили птицы 5 яиц. Кладку насиживает только самка. Самец днем спит на соседней ветке. Как только начинают сгущаться сумерки, он вылетает на охоту, снабжая пищей не только себя, но и свою подругу. Охотятся совы на открытых местах, высматривая добычу во время полета. Медленно и бесшумно летят они, прислушиваясь к шорохам земли. Совы – охотники мышеловы высшей квалификации. Мышей и полевок ловят даже в густой высокой траве. Если грызуны становятся недоступны по каким-либо причинам, ушастые совы вынуждены охотиться и на мелких птиц. Когти у совы очень большие, цепкие. Лапы оперены до самых когтей. Своими когтями ушастая сова способна хватать на лету даже очень мелкую добычу. Вывелось у пары пять птенцов. Отложив первое яйцо, самка уже не покидает гнездо. Поэтому птенцы разновозрастные и пока маленькие, заметно отличаются по размеру. В ожидании родителей они сидят плотной кучкой, напоминая ком беловатого пуха с несколькими парами глаз. Первую неделю добывает пищу только самец. Самка в этот период греет и защищает малышей. Кормят детей ушастые совы своими любимыми грызунами. И хотя не в совиной манере разрывать добычу на куски, для маленьких детей приходится делать исключение. Субтитры делал DimaTorzok Однако половину грызуна, чуть подросшие птенцы, глотают целиком. Ушастые совы также могут кормить малышей жуками. Но наша пара насекомых не ловила. Несмотря на то, что облепиха, на которой находилось гнездо, была буквально облеплена майскими жуками. Когда старшему птенцу исполняется приблизительно неделя, на охоту начинает летать и мать. Выкормить весь выводок ушастым совам удается не всегда. Вот и у нашей пары два младших птенца в недельном возрасте погибли. Произошло это, скорее всего, из-за нехватки корма. Обычно ушастые совы, пытаясь прокормить большие выводки, охотятся даже днем. Но не эта пара. Они начинали охотиться довольно поздно, около девяти вечера. Возможно, отсутствие в рационе жуков и поздняя охота стали причиной гибели малышей. Трем неделям разница в росте у совят исчезает, и они становятся неотличимы друг от друга и очень похожи на добродушных гномиков. В этом возрасте они эпизодически перебираются на соседние ветки и возвращаются назад. Проголодавшись, птенцы свистят, сигнализируя родителям, что пора кормить. Когда птенцам исполняется месяц, они перебираются на ветки и в гнездо больше не возвращаются. В этот период у них необыкновенно добродушный вид. Пройдет еще месяц, и в одну из ночей совята разлетятся от гнездового дерева кто куда. Но еще месяц будут зависеть от родителей. С наступлением сумерек они начинают свистеть, сигнализируя родителям о своем местонахождении. Распуская крылья и цокая клювом, они пугают непрошенных гостей. И только в трехмесячном возрасте молодые совы становятся полностью самостоятельными. И свист прекращается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова